Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава Евангелия от Матфея, я читаю ее для библейского портала экзегет с небольшими своими комментариями. Ну вот появляется некая новая большая тема исцеления, они уже есть раньше, да, но исцеление – проблема, которую они порождают. Вот казалось бы, ну а какие проблемы, все же хорошо, а понравится ли это остальным? Тогда Иисус сел в лодку и переправился обратно в свой город, ну, очевидно, в Капернаум, потому что он был на другом берегу Генесарецкого озера. К нему принесли парализованного человека прямо на постели, а там уже знают, что он исцеляет всех, вот конвейер такой пошел, да, по исцелению. Иисус увидел веру его близких, а мы уже выяснили в прошлой главе, что вера – это и есть то, что необходимо для исцеления, и сказал парализованному, смелее деть, а прощаются тебе грехи. И тут же некоторые книжники сказали сами себе, это же богохульство. Понятно, прощает грехи человеку. А Иисус, читая их мысли, сказал, к чему эти злые мысли в ваших сердцах? Как проще сказать, прощаются тебе грехи, или же сказать, вставай и иди? И смысл понятен. Если сказать, прощаются тебе грехи, это проверить невозможно. А если сказать, вставай и иди, человек либо встанет и пойдет, либо нет, сразу станет ясно, вот имел право он такое сказать или нет. Но чтобы вы поняли, у сына человеческого есть право прощать на земле грехи, и тут он обращается к парализованному. Вставай, бери свою постель и ступай домой. И тот встал и отправился к себе домой. Множество людей видело это и со страхом прославило Бога, что он дал людям такую власть. Ну, конечно, Иисусу они вообще людям, но ведь как, оказывается, теперь можно прощать грехи, можно исцелять? Ведь про исцеление было уже раньше, но власть прощать грехи – это что-то гораздо большее. Ну, медицина всегда была, а не всегда, конечно, она была такой успешной, как она в последние десятилетия, но понятно, что люди выздоравливают, а вот прощение грехов, которое засвидетельствовано этим исцелением, это уже что-то гораздо более ценное. Иисус ушел оттуда и по дороге видел человека, который собирал на таможне пошлины. Ну, а пошлины брали с провозимых товаров, то есть некоторую часть стоимости их. Звали его Матфея, кстати, это наш автор. Он ему говорит, иди за мной, я тут встал и пошел за ним. Он так кратко о себе пишет, ну, вообще-то работа таможенника, ну, и сегодня это хлебная работа, особенно если там в карман себе человек кладет больше, чем куда положено пересылать, пересылает. И уж туда не брали, наверное, совсем кого попало, да? А вот как и в случае с рыбаками. Ну, рыбаки-то им особо бросать нечего, если честно. Все эти сети, лодки, это все очень тяжелый и низкооплачиваемый труд. А таможенник, это уже привилегированная позиция. А то же самое. Тоже встал и пошел. А во время обеда, о, оказывается, он еще там и обедает у них, когда Иисус был внутри дома, присоединилось к нему и его ученикам много сборщиков податей и грешников, но следом за Матфеем. Интересно стало, коллег своих привел. Кажется, никто, кроме Матфея, не стал настолько близок к ему. Фарисеи, увидев это, говорили его ученикам, что это ваш учитель ест за одним столом с этими сборщиками и грешниками. Сборщиков податей никто не любит, понятно, потому что никто не любит платить податей, а эти еще и в пользу Рима собирают. То есть они угнетают свой собственный народ, обирают его отчасти себе в карман, отчасти в пользу оккупационной державы. Так что это уж совсем прям плохо. Иисус это услышал и сказал, «Нездоровым нужен врач, а заболевшим. Ступайте, поймите, что значит слова «Я милости хочу, а не жертвы». Это стата из пророка Осии от имени Бога. Вот и я пришел призвать не праведников, а грешников». Приносить жертву – это понятное предписание, это богослужение, это иерусалимский храм, но милость выше. Приходят тогда к нему ученики Иоанна Крестителя и говорят, «Мы, как и фарисеи, часто держим пост. Почему же твои ученики не постятся?» Смотрите, фарисеи себя отделяют от нечестивых, этим гордятся. Ученики Иоанна Крестителя строго постятся. Иоанн Креститель вообще-то ест только мед и саранчу. То есть то, что в пустыне найдется случайно, тем и питается. Видимо, раз в неделю ест. У каждого есть свой повод сказать, «Ну, мы-то, мы-то, а ты как?» Совсем по-другому. Иисус им ответил, «Не могут друзья жениха поститься, пока жених с ними, но придут дни, когда отнимут у них жениха, тогда они и будут поститься». Образ свадьбы, да? Приглашенные на свадьбу друзья жениха, конечно же, пируют с женихом. И вот сейчас свадьба, говорит он, надо уметь видеть это. «Не ставит никто заплатки из свежесотканной ткани на старый плащ, не то лоскут, потянет старую ткань, только раздерет ее дальше». Понятно, старая ткань более ветхая, и поэтому пытаться к ней пришить что-то более прочное бессмысленно. «И не наливают молодое, недобродевшее вино в старые бурдюки, не то лопнут бурдюки, и сами пропадут, и вино вытечет. Нет, молодое вино вливают бурдюки из новой кожи, тогда будет сохранность и то, и другое». Молодое вино еще продолжает бродить, поэтому оно расширяется, там газы образуются бродильные, и нужен эластичный бурдюк из новой кожи. Понятно, что это смысл сочетания старого и нового, традиции поста, богослужения, традиции разделения в обществе, мы с этими за одним стол не сядем. Вот это старое, старые бурдюки, старый плащ, а появляется новое учение. Он еще не закончил говорить, как приходит к нему один начальник, синагоги, видимо, руководитель общины, и падает ему в ноги со словами, «Моя дочь только что скончалась, но если ты придешь и возложишь на ней руки, она живет». Вот такого еще не было. Оживлений в воскресенье еще не было. Но смотрите, как вот у нас был Центурион, который очень глубоко поверил и говорит, тебе не нужно даже приходить ко мне, просто скажи, и мой слуга выздоровеет. Мы это читали в прошлой главе. Так и здесь человек верит. И Иисус идет на это. Иисус встал и пошел за ним, а с ним и его ученики. Да, по дороге с ним еще одна вещь происходит. Там была женщина, которая 20 лет страдала кровотечением, и она прикоснулась сзади к краю его плаща. Ну, кровотечение, понятно, что здесь имеется в виду вагинальное, и эта женщина нечиста. Она не имела права прикасаться к другим людям, просто она делала их нечистыми. И вот она это сделала. Очевидно, тайно, потому что боялась об этом сказать вслух. Она рассуждала так, если только прикоснусь хотя бы к его плащу, то исцелюсь. Иисус обернулся, увидел ее и сказал, «Смелее, дочь моя, твоя вера спасла тебя», и женщина в тот самый час исцелилась. То есть он не только ее исцелил, это как бы само случилось, но он оправдал эту ее дерзость, оправдал это нарушение правил. А Иисус пришел в дом того начальника, увидел плакальщиков с флейтами и толпу в смятении, это похоронная процессия, то есть те, кто играют на флейтах, а оплакивают умершую. И сказал, «Идите прочь, девочка не умерла, уснула». Ну, наверное, то, что хочет услышать каждый, кто видит смерть близкого человека. Над ним стали насмехаться. Ну, странно, да? Вот на чем, чего насмехаться-то? Понятно, что он плохого не хочет, а просто, может быть, с их точки зрения, что-то перепутал. Но вот некоторая даже злобность есть от этой толпы. Был повод обидеться и уйти, но он так не сделал. А когда толпу отослали, Иисус вошел в дом, взял девочку за руку, и она встала. Об этом стало известно по всей той стране. Еще бы. Смотрите, вот достаточно веры, отчаянной веры ее отца. И даже то, что как-то не верят все остальные, более того, смеются над ним, это не отменяет этой веры. Всегда есть кто-то, кто верит, и гораздо больше тех, кто нет. Ну, и что? Считается только первое. А когда Иисус шел обратно, за ним пошли двое слепых и стали кричать. Вот такой набор разных ситуаций. Вот люди в сложной ситуации склонны обращаться к нему. Но и люди, у которых все хорошо. Матфей, который сборщик податей, все здорово в жизни у человека. Но, может быть, какие-то проблемы, о которых мы не знаем. Может, он потому и не рассказывает, что он автор этого текста. Что-то внутреннее. Ведь не всегда у человека на душе хорошо, когда у него там здоровье, деньги, семья, дом. Далеко не всегда. Но вот у этих все плохо. Двое слепых и стали кричать, помилуй нас, сын Давидов. А сын Давида – мессианский титул. Он потомок царя Давида. И вот они уже его так величают. Интересно, что он сразу не отозвался. Интересно, почему. Давайте подумаем. Но чуть дальше прочитаем. Когда он пришел домой, к нему подошли слепые. Иисус им говорит, «Вы верите, что я могу это сделать?» Они отвечают, «Да, господин». Тогда он прикоснулся к глазам со словами, «Да будет вам по вере вашей». И глаза у них стали видеть. То есть, смотрите, им нужно еще сделать некоторые усилия. Не очень большое – пройти с Иисусом. Хотя для слепых людей это трудно. Они не видят дороги, не видят, куда он идет. Ориентируются по звукам. И, тем не менее, представьте себе, сидят эти слепые, собирают милостыню. Наверное, они всем кричат, «Помилуй нас, дай нам монетки, хлебушка, что-нибудь покушать на сегодня». Вот что такое привычное. Ну, привыкли жить подаянием. И вот им надо выйти из этого состояния. Сегодня говорят, из зоны комфорта, но у них, конечно, никакой зоны комфорта нет. Нищие при дороге сидят. Значит, им надо выйти из своего состояния и сделать некоторые усилия. Так практически все, кто получает это исцеление, делают некоторые усилия. Вот женщина пошла за ним, перешла эти границы чистоты-нечистоты ритуальной. Вот начальник синагоги приходит к нему и говорит, «Моя дочь умерла, исцели ее, она живет, если ты к ней прикоснешься». Переходят границы здравого смысла и очевидности. И вот они переходят тоже границы своего привычного состояния, и тогда это и есть их вера. А Иисус строго предупредил их. Смотрите, чтобы никто об этом не знал. Но они, уйдя оттуда, рассказали об Иисусе по всей той стране. Зачем он предупреждал их? Да он же не для рекламы пришел, не для того, чтобы гастролировать, собирать толпы. Все равно, конечно, не помогло. И, может быть, он понимал, что они об этом расскажут. Но вот тоже интересная вещь. Что такое людская благодарность, людское внимание? Вот он их исцелил. Могли бы они хотя бы прислушаться к его единственному повелению? Он многого не требует. Но нет. Хочется же рассказать. Но переполняет человека. Понятно, это очень естественное чувство. Но стоило бы промолчать, просто слушая его повеления. Они еще не успели уйти, как к Иисусу привели немого бесноватого человека. Бес был изгонан, немой заговорил. А вот смотрите, а тут вообще безо всяких условий. Но если он немой, то спрашивать его, верит ли он, бессмысленно. Можно спросить тех, кто его привел. Наверное, его близкие или друзья. Но, оказывается, и так тоже бывает. То есть вот сначала у нас целая серия исцелений, где исцеляется тот, кто верит, или тот, за кого просят и верят. Центурион, сотник, за своего слугу просит, отец за омершую девочку и так далее. А вот тут, оказывается, бывает так, что и просто исцеляет, и все. Вот так тоже возможно. Нет условий, нет алгоритмов. Есть милость Божья. И толпы, поражаясь этому, говорили. Никогда такого не бывало в народе Израиля. Ну, просто удивлялись. Им просто кажется это странным, необычным. А фарисеи возражали. Он изгоняет бесов властью, главного среди них. Здесь еще не обсуждается это. Но смотрите, вот для фарисеев что-то, что нарушает их стереотипы, что-то, что не вписывается в их ожидания. И это, конечно, бесовское что-то. Оно не может быть благим, просто потому, что это не так, как они это хотят. Иисус обходил все города и селения Галилеи, учил людей в синагогах, извещал Евангелие царства, исцелял в народе всех, кто страдал какой-либо болезнью или недугом. Вот уже без условий. Просто вот он идет, и это жизнь, это полнота, которая с ним, она действует на всех, кто рядом. Он видел толпы и жалелых, были они как овцы, у которых нет пастыря. Вот интересный образ. Толпы, которые как овцы, у которых нет пастыря. А как же фарисеи, священники, книжники, начальник синагоги, центуриан? Столько пастырей мы только что видели, да, прям парад пастырей. Одного-то нет. Вот потому, что, может быть, каждый исполняет свои обязанности для того, чтобы их исполнить, для того, чтобы карман себе набить, добиться славы, расположения начальства, признательности людей. Ну, пастыря нету. Вот бывает так, что начальников вот выше некуда, да, полным-полно, а пастыря нету. И говорит он своим ученикам, урожая били на работников мало. Так что молите господину урожая, пусть пошлет еще работников собирать этот урожай. Какой странный образ, он исцеляет людей. Может быть, пусть пошлет еще всяких чудотворцев, чтобы больные выздоровели, да, врачей пошлет, пусть, целителей народных. Нет, собирать урожай. Да какой же урожай? Урожай – это когда все готово, когда вот прямо бери и срывай готовые спелые плоды, колосья. А они тут совсем не спелые еще, не готовые. Они не столько урожая, сколько, может быть, какие-то слабые первые ростки. Но, смотрите, хороший хозяин видит, сколько будет урожая, глядя на поле, где эти ростки поднимаются. И вот он видит его тоже. И это не триумфальный парад. Это не какое-то, знаете ли, вот шоу для потехи публики. Это работа. Вот как жатва, да, тяжелая работа в сельскую страду, когда надо очень рано вставать, до самого вечера на поле махать этим самым серпом. И вот он не успевает собирать этот урожай. Он понимает, что его будет много, что он уже здесь и сейчас начинается, и что это тяжелый труд. А для всех остальных это удивительное чудо, это веселое развлечение. Для фарисеев скандал, который требуется каким-то образом объяснить наоборот, что это все на самом деле очень плохо. То есть у каждого что-то свое. И только он понимает все то, что происходит, как очень тяжелый труд, для которого ему нужны помощники. И говорит об этом ученикам, которые должны этими помощниками стать. Но о том, кто они такие и что от них, собственно, требуется, следующая, десятая глава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok